В Коченевском районе есть проблема с выездом на федеральную трассу и обслуживанием нового ледового дворца. Он дорого обходится районному бюджету. Сегодня в муниципальном образовании побывали депутаты и представители регионального правительства. Что удалось решить на месте? Расскажет Николай Сальников. 25 миллионов рублей ежегодно за содержание ледового дворца в поселке Чик – непосильная ноша для муниципалитета. При этом местные хоккеисты показывают отличные результаты на детских играх. Сегодня областные парламентарии рассмотрели новую схему финансирования объекта. Я еще 10 лет тому назад говорил, какие детские спортивные школы при Министерстве образования. Нельзя этого делать. И кто сказал, в Краснодаре, когда президент проводил, было принято решение, образование пусть занимается образованием, здоровьем. А детские спортивные школы, финансирование, должны, так сказать, другой совсем канал финансирования быть. И это все должно быть при департаменте. Руководитель областного департамента физкультуры и спорта уже заявил о готовности оказать необходимую поддержку ребятам. Другой проблемой для кочаневцев эксперты назвали затрудненный выезд на федеральную трассу. Машин много, но через железную дорогу не перепрыгнешь. Люди теряют массу времени в пробках на переездах. Дело в том, что железнодорожники, то есть прежние владельцы путепроводов, уже давно не вкладывались в их модернизацию. К сожалению, ремонт будет необходим, потому что путепроводы переданы в достаточно плачевном состоянии. Будет необходим самый дорогостоящий ремонт путепровода, который проходит над Транссибом. Потому что там надо будет ремонтировать и опоры, и пролетное строение, и так далее. Более, скажем, менее затратный ремонт по второму путепроводу. Мы проезжали, видели, надо там устроить новое освещение, менять парень награждений, в том числе, потому что касается дорожной части, ремонтировать покрытие, делать тротуары. Пока, по мнению специалистов, приблизительно цена будет порядка 100 миллионов рублей. Во время поездки в Кочаневский район депутаты и члены правительства обсудили и развитие сельского хозяйства в муниципальном образовании. Пассивные площади со 116 тысяч гектаров увеличились до 124. То есть, сельскохозяйственные организации, освобождаясь от производства жерновой продукции, ушли в сферу, которая является производством зерновых культур. При этом, в этом году уже мы ощутили, что по Российской Федерации ситуация складывается, что переходящих объемов зерновых на 1 июля текущего года, на конец зернового года, ожидается по России 25-26 миллионов тонн. Мы можем осенью уже столкнуться с проблемой нереализации зерновых. И те хозяйства, которые, извините за громкое слово, убили животноводство, столкнутся с проблемой финансовыми. Также Василий Пронькин отметил негативную тенденцию, когда на двух птицефабриках района зарплаты в среднем 22 тысячи рублей, а на всех остальных предприятиях не выше 13 тысяч. Это способствует социальному расслоению. С другой стороны, Кочаневские аграрии заметно увеличили объемы производства мяса. Также с начала года пошли вверх на дой из фуражных коров. Николай Сальников, Константин Менин. Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok